Какой бы ни была роль женщины в обществе, какие бы споры ни велись вокруг гендерных ролей, проблема взаимоотношений в семье не перестаёт быть актуальной. На эту тему сегодня размышляет астролог и психолог Ирина Орда. У нас сегодня очень интересная, животрепещущая тема смены ролей. Вот такая ситуация. Знаете, если честно, 80% женщин, которые приходят с этой темой ко мне. Когда в семье и в жизни происходит смена ролей, о чём это? Когда женщина начинает чувствовать, почему всё на мне. Когда женщина, она успевает и деньги зарабатывать, она успевает в детский сад ходить, в кружки всех возить, и в какой-то определенный момент она чувствует уставшись. Такой говорит, почему всё на мне. Почему так происходит? Происходит это потому, что мы перепутали наши роли. Что нужно сделать? Первое, нужно подойти к зеркалу и посмотреть, в каком теле я родилась. Посмотреть, о, женское тело, замечательно. Значит, мой путь жизни женский. То есть я должна выполнять женскую роль. Какая женская роль? Это сидеть дома. Ну в каком плане то, что сидеть дома? Воспитывать детей, чтобы это внутренняя жизнь, чтобы дома было всё уютно, красиво, волшебно и замечательно. Это не значит, что женщина должна сидеть дома. Но они должны всё равно женским путём идти. Мужская роль какая? Зарабатывать деньги, к примеру. Это защита эмоциональная, интеллектуальная и материальная. То есть зарабатывает деньги, выслушивает свою жену и даёт ей комплименты, моменты, например. То есть поддерживает эмоциональную среду. Но в определённый момент женщина начинает выполнять мужскую роль. Она начинает излишне контролировать, за всё волноваться и в семье брать ответственность. Что такое семья? Мужская и женская энергии. Это целостность. Если женщина начинает брать ответственность, она ответственная, значит мужчина становится безответственным. Понимаете как? Если она за всё переживает, за всё волнуется, она такая вот главная, такая ответственная, он говорит, ну у меня же есть жена, которая за всё волнуется, она всё держит с контролем. И он становится потихоньку безответственным. Женщина же, она родилась ответственной. Почему? Потому что у неё есть дети, это её инстинкт женский. Она начинает за всё волноваться. Институт, кружки, надо же деньги. Она начинает зарабатывать деньги, начинает об этом думать. И здесь как раз происходит смена ролей. Мужчина расслабляется, а женщина начинает напрягаться. Так вот в этот момент, самое главное, нужно не перепутать его. Как только мужчина начинает напрягаться, женщина должна расслабиться. Это, знаете, как говорится, то есть женщина должна создать место для подвига мужчине. То есть она его напрягает. В каком плане? У неё есть желание, и он их выполняет. Не она их выполняет, а он их выполняет. Давайте рассмотрим три этапа семейных отношений. Если, к примеру, вы только в отношениях, и у вас всё шоколадно замечательно. Вы должны отслеживать и не брать эту ответственность на себя. Если вы уже какое-то количество лет вместе, и вы уже начинаете понимать, что мне тяжело, и такой вопрос появляется, а почему всё на мне? Почему я? Да я. Тут надо задуматься и должны помнить, если вы будете продолжать так же себя вести, то скоро будет развод. Или депрессия глубокая. Понимаете? Вот. Третий вариант, если вы уже разводитесь. Здесь самое главное, не потерять чувство собственного достоинства. Правильно вести, по идее, нас должны научиться наши мамы. Наши мамы нас учат правильно вести. Но как практика опыт показала, мамы не умеют себя вести. Поэтому для этого есть специалисты, психологи, как надо правильно себя вести. И главное ещё помнить, что ещё здесь есть дети. Мама с папой, их отношения, они учат детей выстраивать свои личные отношения. Поэтому дочка, она берёт пример с папой и с мамой, как это будет выстраиваться, и сын также. Потому что наши дети повторяют наш сценарий. Как это было у наших родителей, так это будет у меня, так это будет у моих внуков. И поэтому здесь нужна просто ясность и просто простая психология, психология жизни. Что если я родила я в женском теле, я должна выполнять женскую миссию, женскую роль, идти женским путём. Если я мужчина, то я должен идти мужским путём. Если вы уже начинаете понимать, что уже смена ролей произошла. Вот сейчас вы, например, меня слушаете и понимаете, что смена ролей произошла. Или потихоньку происходит. Чем больше вы работаете, тем больше муж начинает обнаглевать. Ну, в кавычках. То есть в каком плане он такой расслабленный, всё хорошо, всё на вас. Здесь не то, что вернуть назад. Здесь нужно остановиться, подумать, успокоиться. Да, ясность нужна, никакого там психоза. И главное, вырабатываем женское качество, терпение. В каком плане? Никуда не бежим, никуда не торопимся. Потому что ситуацию могут сдвинуть только время, какое-то время. Не неделя, не месяц, а годы. Годы. Ещё раз. Есть желание, есть муж, который выполняет желание. И когда он желание выполняет, он при этом счастлив. Поэтому дайте возможность мужчинам выполнить ваше желание. Но самое главное женщине не торопиться. Здесь нужно понять, что характер не умирает. Мы рождаемся с определённым характером. И понятное дело, если у женщины есть характер такой, знаете, мужской. Что такое мужской характер? Это желание денег, желание власти, желание быть правильной, быть главной. А кто в семье главный так-то? Что такое природа? То есть что такое психология? Это природа. Из природы мы можем взять Солнце и Луну. Если мы архетипически рассмотрим, что Солнце — это активная часть, это день огненный, это мужская природа. Лунная природа — это женская природа. Понимаете? Кто главный, как вы думаете? Мы не можем здесь сказать, кто главнее Солнца или Луна. Просто Солнце, оно важнее днём, а Луна — ночью. Но всё-таки кто крутится вокруг кого? Луна вокруг Солнца или Солнце вокруг Луны? Поэтому испокон веков, из природы Луна крутится вокруг Солнца. Поэтому мужчина всегда важный и главный. Поэтому когда он это чувствует, тогда он эти желания будет выполнять. А если он не главный, если его не уважают? Естественно, он не будет выполнять ничьи желания, если он, извините меня, на равных. Не может быть в семье быть равноправия. Мужчина не главный, а уважаемый. Это светило Солнце. Я Луна, я занимаю свою роль. И поэтому я вот так, не наоборот. Просто помните, что такое Бог, что такое природа, что такое законы природы. Это и есть правильные истинные законы. Каждый выполняет свою роль, своё предназначение. Соль солёная, сахар сладкий. Женщина выполняет свою женскую роль, мужчина выполняет свою мужскую роль. Это называется вселенная, или по-другому называется баланс, гармония, к которой мы стремимся. И поэтому, если муж уже маленько обнаглел, это значит, что вы уже не выполняете неправильно свою роль. Нужно остановиться, внести ясность в голове, успокоиться и потихоньку выруливать эту ситуацию. Понимаете? Здесь нужны знания и принятие этих законов. Вот и всё.